Вы на природу? Паразиты-насекомые на охоту. Под таким лозунгом следует отправляться на отдых. Именно в апреле-майе наблюдается активный пик насекомых. Так что же делать? Забыть про отдых? Нет, здравоохранение России уже позаботилось о вашем безопасном отдыхе. Ежегодно в апреле месяце проводится Европейская неделя иммунизации, как по всей стране, так и в нашем городе. Значимость профилактических прививок давно доказана. Если не проводить прививки, возможны крупные эпидемии различных заболеваний. Топ самых опасных на природе. Первое место смело можно отдать клещам, а точнее их укусам. Присасывание клещей всегда опасно. В плане возникновения и клещевого энцефалита, и клещевого боррелиоза. На сегодняшний день у нас в городе зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза. Профилактика клещевого боррелиоза, к сожалению, прививок профилактических нет. Если с вами все-таки произошла неприятность и вас укусил клещ, не стоит вытаскивать его самостоятельно. Отправляйтесь в травмпункт, где вами займутся специалисты. Против клещевого энцефалита у нас существует вакцина. Вакцинация проводится двухкратно с интервалом 1-7 месяцев. Через год после введения второй вакцины ревакцинация. И вот эти три прививки – это необходимый комплекс. Второе место занимает мышиная лихорадка. Мышиная лихорадка или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – заболевание эндемичное, то есть для определенной территории. У нас в Башкирии при исследовании в 2011 году оказалось 9% грызунов, лесных мышей, рыжих полевок заражены вирусом геморрагической лихорадки. Поэтому нужно помнить, что геморрагическая лихорадка может передаваться алиментарным путем, то есть через пищу. Пищу может передаваться контактно-бытовым, ну, например, через грязные руки. Если соблюдать все меры предосторожности, то отдых на природе будет легким и спокойным. Анастасия Курбатова, Артем Старцев, ЮТВ, Стерлитомат.